Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарпоба и мы продолжаем проходить игры в The Sinking City. Хорош так оглядываться, дружище. Ну что же, мы с вами сегодня идем по дополнительному заданию, которое нам дал Роберт, это найти его друга Герберта Гловера, который должен был по идее прийти навстречу, но он не явился. Мы кстати с вами в прошлой серии пособирали здесь книгу и выполнили листовку и вроде как в этом районе в Волдрове вроде как все. Больше здесь ничего нет. Так и нам по идее вот сюда. Правильно все? Ну почти, только надо здесь побежать сначала. Так и странно, что куда-то люди делись. Ой-ой-ой-ой, что-то мы-то начинаем провисать. Вот примерно где-то здесь, да? Осталось только найти его дом. Еще понять бы какой из этих домов его. Ну, наверное, также будем тыкаться в каждый дом, а там уже видно будет. В какой путь, значит все правильно пришел. Не пускай, значит не сюда. Как писалось в подсказочке, здесь нет номерации домов. Местные жители типа и так знают, где какой дом, а на чужих им начихать. Особняк Герберта Гловера. Порох гильзы. Порох гильзы только уже хорошо. Надо будет сразу создавать тогда предметы. Отлично. Так, не хватает тряпки. Пока давай пробежимся, просто посмотрим. Дверь не поддается. Зачем хранить газетную вырезку 40-летней давности? Старая газета. Фрэнсис Трогмартон, известный всему городу ученый и искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Дальше ничего прочесть нельзя. Письмо мистеру Трогмартону. Мистер Трогмартон. С глубочайшим прискорбием вынужден сообщить, что цена интересующего вас предмета снова возросла. Спрос на него увеличился, и теперь он стоит втрое больше того, о чем мы условились ранее. Я знаю, что уже во второй раз повышаю цену, но после разрушительного потопа каждая вещь стала для меня почти бесценной. Поскольку пополнять коллекцию я уже не могу. Герберт Гловер. Так, хорошо. Герберт Гловер. Давайте выяснять, что же все-таки с ним произошло. Дверь не поддается. Так, двери не поддаются. В смысле? Здесь есть монстр? Да, здрасте. Да бей ты лопатой, быстрее его. Тихо. Стоять. Аптечка. Так как так-то, блин? Сопляк. Не, ну опять-таки не вариант получается. Он очень плохо их бьет. То есть очень плохо. Совсем плохо. А стрелять в него тоже бесполезно, блин. Где аптечки-то? Так, что у нас там по знаниям? Старая газета. И в журнале у нас письмо. О повышении цены. Здесь что? Ничего. Я повернул. А, тут какой-то потайной этот получается. Чтобы открыть дверь. Но нужна вторая голова. Значит, где-то должна быть вторая голова. Какого хрена здесь сделают монстры? Непонятно. Так, есть спуск вниз. Порох гильзы. Хорошо. Блин, зато у них почти у всех есть бильярд. Это что, револьверные патроны? Подожди. А чё, я разве больше не могу нести револьверных патронов? Да, в натуре 12 с 12. Чё ж так мало-то их? Ну вот, блин. Когда нужны патроны, патронов нет. Ещё патроны. А вот и голова статуи. Осталось только понять, в какую сторону их вертеть. Какие-то маски. Не, ну если у меня куча револьверов, давай тогда поставлю револьвер. Я сейчас, кстати, сделаю перезарядочку и тогда, по идее, должно хватить. Да, не та кнопка. Серьёзно? Так, ну при том, как ставить голову, давайте хотя бы смотаемся наверх. Ради приличия. Опа! Так он мёртв. Что это? Какое-то зеркало. Похоже, тут не весь комплект. Одно зеркало забрали. Его, чё, убили ради зеркала, что ли? Вокруг замочной скважины только небольшие царапины. Работа профессионального взломщика. Угу. Хм. Многовато предупредительных выстрелов. Понятно, здесь уже стреляли во всём. Опа. Я выясню, почему старая обезьяна так хочет тебя заполучить. Угу. Так он его, получается, ненавидел. Ясно. С этим вопросом понятно. Ну всё, осталось, получается, рассмотреть только тело и... ...примерно составить, что произошло здесь. Окей. Глаза широко открыты. Похоже, смерть была внезапной. Нифига себе внезапно, куча выстрелов, блин. До этого было сделано. Ну давайте, посмотрим. Так, какие у нас тут шансы? Сказай, беги! Окей. Я... Я его убил. Так, это в другой комнате. Хорошо, я понял. Работёнка расплюнуть! Ты бери зеркало, а я посмотрю, что ещё можно прихватить у этого богатея. Кто вы такие? Что вы делаете в моём доме? Так, посмотрим, что тут у нас. Так, ну смотри, получается, это первое было. Работёнка расплюнуть! Ты бери зеркало, а я посмотрю, что ещё можно прихватить у этого богатея. Потом он пошёл сюда, а здесь этот богатей оказался. Кто вы такие? Что вы делаете в моём доме? А он убегает. Этот ему орёт, убеги, а его потоки в итоге он пырнул его ножом. Косой, беги! Окей. Я... Я его убил. Двое проникли в дом, чтобы украсть зеркало. Вор по кличке Косой взломал сейф, но Гловер обнаружил его и подстрелил. Второй вор убил Гловера. Смерть коллекционера. Ключевые улики найдены. Но, наверное, всё-таки не все улики найдены, правильно? Правильно, потому что у нас есть ещё голова. Тяжёлая голова какой-то древней каменной статую. У неё большое отверстие в шее. Это мы знаем, куда вставлять. Небрежно нарисовано странное зеркало. И двое мужчин ломились в дом Герберта Гловера в Волтграве, чтобы украсть особое зеркало. Бывалый вор по кличке Косой взломал сейф, но в принципе всё то же самое. Чертоги разум что-нибудь есть? Ничего нету. Окей, хорошо. Значит, давайте пытаться тогда... Да хорош-то уже. Уже всё должно быть в порядке. Нормально всё. Смотаемся вниз, попробуем это зеркало вставить. Ой, в зеркало говорю. Голову. Ну, голова статуи здесь. Голова статуи здесь. Открыто? Открыто. А, это чисто только это, да? А птичка здесь? И всё что ли? Так, подожди. Ты хочешь сказать, что мы здесь закончили? Нет, всё-таки что-то ещё должно было остаться. Ну, это выход на улицу, это однозначно. Где-то что-то я упустил. Нет, не ломается. А где что я мог упустить-то? Я вроде как закончил расследование, по идее. Но патроны ты не берёшь, это как бы не считается за улику. Так, на первом этаже вроде всё посмотрел внимательно. Не, ну я его смотрел. Глаза широко открыты. Похоже, смерть была внезапной. Это всё понятно. Здесь ничего нет. Похоже, тут не весь комплект. Одно зеркало забрали. Тоже всё понятно с этим. А чё ж тогда я мог упустить? Ну, это тоже я смотрел, это тоже я смотрел. Это тоже мы всё посмотрели. Какие-то всякие улики остались, а вот какие улики чё-то непонятно. Это всё я составил. Что ж тогда за улику-то я не увидел. Может быть что-то всё-таки здесь, в этой комнате? Ну как бы она закрыта, получается, только ради вот этих вот вещей и всё. Что-то я особо не понимаю. Дверь не поддаётся. Ну а здесь тоже ничего нет. Блин, ну вроде всё внимательно посмотрел же. Что тогда ещё может быть? Может надо что-то сфоткать? Типа труп сфоткать? Нет? Да, не пока что надо сфоткать. Что не так-то, товарищ? Что за улику ты не нашёл? Документы вроде все я почитал. Блин, я реально, я не вижу, что здесь может быть. Даже у меня мысленьких нет о том, что за улика здесь какая-то есть. Нет, давай вот так вот сделаем. Отлично. Патроны есть. Да, момент, конечно, непонятный. Никак. Никак. Класси. Какая? Класси. Ну письма вроде тоже я все взял Которые были Здесь только вот этот вот Сундук Так патрон взял Аптечку не могу только еще нести да Окей Ладно не знаю Что еще и стукать тут И в принципе мне непонятно куда дальше то идти Может быть доложить о том что Он мертв Может что-то должно везти на улицу у нас Дверь не поддается Кстати возможно Мы таким способом только можем увидеть Да нет никого не видит Никаких следов Он не видит Непонятно Попробую конечно я дома бежать С другой стороны Дверь не поддается Да нет абсолютно ничего не изменилось Ладно тогда попробую я сейчас вернуться Сказать ему о том что задание выполнено А там уже дальше видно будет Куда нам Потому что здесь получается как бы не все мы нашли Какие-то улики остались Но какие опять-таки под вопросом Непонятно что за улика Потому что ее нет А то мы так будем там 3 часа торчать в этом доме И пытаться найти какую-то маленькую улику Не ясно опять-таки какую Просто у меня нет зацепки Я не понимаю куда тогда дальше идти с этим делом Ну его убили да У меня хорошая новость И плохая Сначала хорошая Я нашел Гловера А плохая Плохая в том что он мертв Его убили Вот как Вы выяснили кто это сделал Пока нет Тогда не тратьте мое время Найдите убийцу Гловера Мистер Рид Он перешел мне дорогу И на его примере Я покажу другим Что это плохая идея Мне некогда болтать Мистер Рид Ну а как тогда я должен буду его найти Если я не понимаю что искать Не первое ограбление И как я должен дальше действовать Может быть мне надо в полицейский участок идти Где карта там Да Наверное попробую сейчас Приместиться в полицейский участок А там дальше уже видно будет Потому что пока у меня Вариантов нет Если это не первое Возможно Он уже попадался Только так я смогу его найти Ну и надеяться на то Что все таки есть там архив В полицейском участке Так И у нас тут полицейский участок О Отлично Полицейский департамент Здравствуйте офицер Ну надо же Кто наконец решил к нам зайти Это Чарльз Рид Гений раскрывший дело Альберта Трагмортена Капитан Калип Лайнс К вашим услугам Что мы Простые смертные Можем сделать для вас Мистер Холмс Ох Да вы Вам известно про мистера Холмса Какие то проблемы офицер Я вам чем то не угодил офицер Нет что вы Вы всего лишь выставили идиотами Всех полицейских Окманта Скажу прямо Вам здесь не рады Один неверный шаг Один косой взгляд И с вами будут обращаться Так же как со всеми остальными преступниками Ладно А можно мне пока Заглянуть в полицейский архив Только потому что вам покровительствует Мистер Трагмортен Но запомните Вы ходите по тонкому льду Я буду ждать когда он проломится Ой 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 Ты только на это посмотри Ну жди Скоро наш главный герой сверкнется И у тебя будет шанс Так и где тут у вас архивы А что ничего нет что ли полезного Так архив я нашел Хорошо ладно Так сюда не попадаю Не попадаю И в итоге здесь ничего нет да Класс Ну ладно хорошо Архив так архив Давай искать Так Преступление Преступление против собственности Субъекты Подозреваемые Улики Район Олдгров Поиск Ага Па-па-па-па Выберите улику Офигеть Класс Полицейское досье на Косова Имя Филипп О'Коннелл Кличка Косой Пол мужской Возраст 46 лет Место жительства Неизвестно Преступление Неоднократные грабежи Волдгрове Кража Со взломом Уклонения От уплаты налогов Возможные сообщники Имя Сидни Стоукс Кличка Нет Пол мужской Возраст 21 Место жительства Окманд Штат Массачусетс Север Сальвейшн Харбор Западное пересечение Мурленд Роунд И Сальвейшн Роуд Преступление Переход улицы В неположенном месте Тунияство Уклонение От участия в жюри Присяжных Ага Ну вот в принципе Я и нашел Я и нашел место На карте Так Во-первых Прикрепить Во-вторых Найти Север Сальвейшн Харбор Сальвейшн Сальвейшн Харбор Мы по-моему Кстати здесь еще Ни разу не были Западное Север Это вот сюда Западное Пересечение Мурленд Роуд И Сальвейшн Роуд Западное Пересечение Ну вот Сальвейшн Роуд Где-то здесь Значит Примерно получается Где-то вот здесь Что-ли Западное Пересечение Мурленд Роуд И Сальвейшн Роуд Ну Сальвейшн Роуд Идет вот так вот Улица Где-то примерно Получается Что вот здесь В принципе Наверное Можно как-нибудь Оплыть Да Ну да В принципе Протануться Сюда И сплавать Прямиком Вот сюда Так А есть что-нибудь Еще в Сальвейшн Харбор Раз мы уже туда Идем Таинственные книги Да В Сальвейшн Харбор Есть книга Одна Что по письмам Ну письмо Есть Но оно Далековато Но Можно будет Сгонять Да И еще Я хотел посмотреть Полевые исследования По-моему Как раз В этой части Да Как раз В этой части Тем более По пути Будем плавать То можно Будет Сюда Тогда В принципе Заглянуть Хорошо Здесь в принципе Все До свидос Офицер Хватит Тратить Мое Время Чужак Так Так Нам надо Вот сюда Вот сюда И Вот сюда Так В какую Область Мне надо Бежать Чтоб на лодку Сесть правильно Налево Блин Уже темно Вот это плохо Плохо Что уже темно Так Смотрим внимательно По идее Тогда Где-то Должен быть Здесь Выход Оооо Рыбак Рыбачит Даже Ни один Я Которую Напугаю Ну вот Где Где Высовка Там Еще один Рыбак Далеко Далеко Еще Плыть Кстати А вот Уже Примерно Где-то Здесь Где-то Примерно Здесь Ага Значит Вот сюда Так У меня Что Стоит Дом Зараженного Человека Зараженного Блин Это Плохо Так Ну это С двух Раз Ушатался Так Этот С трех Мечта Любого Мальчишки Когда-то Я Хотел Такую И Чего Да Уйди Ты Это Глюки Это Глюки Пошел Вон Да Ладно Офигеть Вот Это Тебя Заглючило Тайный Дневник Лис Опять Видела Плохой Сон Это Чудище Все Время Скребется Под Полом Я Рассказал О маме Но Она Говорит Это Крысы Папа Наругал Джона За то Что Он Притащил Ил Ко Входу В подвал Но Это Был Не Он Я Сказала Папе Что В подвале Живет Чудовище А Он Взял И Наказал Меня Сегодня Вечером Я Увидела Как Чудовище Выглядывает Из Подвала И Закричала Оно Выходит По ночам И хочет Сделать Что То Страшное Со Мной И Джоном Почему Папа С мамой Мне Не Верят Я Так Устала Смотреть За Подвалом Что Уснула А Сегодня Мне Очень Плохо У У У Меня Болит Живот Как Будто Я Наелась Ила Мама Джон Говорят Что Им Тоже Плохо А Чуть Еще Все Скребется Так Ладно С этим Как Разобрались Здесь Так Мне Сюда Патроны Порох Гильзы Окей Мне Надо Как Бы Так Чтобы Наверное Когда Будет Еще Очко Знаний Надо Потратить На Расширение Либо Инвентаря Либо Носить Больше Боеприпасов Собой Так Стоп Да Что Тебе Да Бляха Муха Брось Ты Блин Офигеть Гранату Бросить Не мог Три Часа Блин Ну Ну Ты Че Серьезно Что Л Так Ну И Спрашивается Надеюсь Что Что-то Полезное Я Здесь Найду Кажется Слизь Еще Свежая Наверняка Доктор Грант Захочет Ее Изучить Образец Слизи Ну Допустим Что-то произошло а отлично происходит какая разница как я себя чувствую мне надо на работу как вы не понимаете так и что-то внизу да пора во всем разобраться так ну понятно это первое это второе какая разница как я себя чувствую мне надо на работу как вы не понимаете происходит ночью из затопленного подвала вылезла чудовище и заразила всю семью после короткого инкубационного периода они тоже стали монстрами так ключевые улики найдены я все улики нашел отлично но там еще был спуск в подвал так что надо будет спуститься пружина гильзы порох кордит и порох тряпа как-то вот не видать я не могу больше делать гранат получается да да тряпок нет так ну и журнал у нас получается все да здесь тайный дневник лис здесь образец и здесь страшная болезнь в принципе на карте получается остался еще один значок этот надо кстати убрать вот где-то здесь но туда отправимся потом уже сначала давайте немного по дополнительному заданию пойдем так выход а где выход здесь ну по крайней мере стало уже светло это уже хорошо наверное в этой серии же не успеем выполнить еще одно поручение доктора еще один образец так на мнение сюда вот кстати можно получается протонуться да слезть сюда тут ничего у нас кстати нет журнал на полевое исследование понятно здесь ничего нет здесь ничего нет окей возможно там что то есть просто полезное а может там ничего нет так ну и как мне этого косово искать так что за памятник шахтерам да кстати точка быстрого перемещения отлично я его должен где-то на улице найти или как ну-ка западные пересечения мэрланд роут и сальвейшн роут вот сальвейшн роут и мурланд роут а может быть сюда дам дом сидни стоксом михтон убивать или мы будем с ними разговаривать зараза а вот ты пёс да ты серьезно издеваешься офигеть не могу попасть в них собака так слишком много монстров в этом домике они мертвы что ли письмо из морга мистер стоукс стоимость отдельного захоронения вашей матери марты стоукс составляет 30 патронов морг не может дать вам скидку захоронений так много что у нас не хватает средств и рабочих рук вы должны произвести оплату через две недели иначе нам придется похоронить вашу мать в общей могиле ну вот тогда немножко я понимаю что на что он пошел на это преступление зачем к счастью никогда не голодал настолько чтобы есть такое да не говори так ну и где они опа да не повезло косому выжил после пулевого ранения но умер от ножа кто же это сделал так я пойди что то здесь должен найти ну и чё я здесь не могу ничего найти это так же как под водой было блин вращаешь вращаешь а толку никакого нет а вот как оно должно было быть блин наконец я исправлю то что сотворил с тобой этот обезьяний сын фрэнсис о как интересно то что то еще есть да а не пока слава богам я думал то опять монстры неплохой трюк со стеной как ты это сделал это не я я таких фокусов не знаю это она поставила тут стенку ты сказал она поставила тут стенку кто она а она нас наняла я даже имени ее не знаю обещала хорошие деньги за простую работу а я дурак купился ты ведь сидни стокс да да это я мы знакомы нет я еще герберта гловера думаю ты его знаешь или лучше сказать знал ох кей ну блин понятно в чем заключалась работа блин ограбить мужика забрать зеркало подать ей и она типа должна была дать деньги этому на похороны все опиши мне ее как выглядела эта женщина высокая и худющая прямо кожа до кости злобная как гремучая змея это все что я помню да я ее особо и не разглядывал и где сейчас то ценное зеркало она его забрала когда мы с филом принесли товар он с ней поцапался и она его пырнула кей что мне теперь делать из нас двоих фил был смышленый а я я просто дубина для чего она тебя наняла на словах все было просто пойти в дом коллекционера взять какое-то ценное зеркало и смыться а убить хозяина тебе тоже поручили или ты это сделал просто так ради смеха я кейм клянусь я не хотел это вышло случайно он начал в нас стрелять и я перетрусил перетрусил отличное оправдание кейм не свидетель я не хотел никого убивать забирай все что у меня есть только отпусти да я его отпущу может ты и дубина зато честный я не стану на тебя доносить но ты лучше выметайся отсюда побыстрее ты мой спаситель клянусь больше ты меня не увидишь вот возьми это спасибо тебе так я не могу нести аптечки показания синистовка и улика обнаружено так ключи улики найдены но не все улики найдены в чем дело да ничего чувак я просто хочу посмотреть тут еще не все улики найдены о мамочка я убил его что я наделал господи что я наделал так это все понятно так это все понятно а какая какая же туда еще улика осталась может что в подвале осталось тут то в принципе все но нож смысла не смотреть мы уже посмотрели его полностью а так тут нет подвала ну вот опять начинается какая может быть улика блин я понятия чуть не имею я вроде все внимательно посмотрел нещем при какую-то женщину ага так ну какая же тогда может быть улика опять таки что я опять упускаю это все посмотрел а вот она покойся с миром все да отлично все улики найдены где-то там такая же наверное скорее всего мелкая улика которую я не смог найти ладно в общем в принципе получается мы с вами здесь все закончили надо будет только теперь вернуться обратно все-таки и рассказать о том что мы все в принципе сделали все что нас хотели осталось только найти эту женщину но а тут есть кстати точка быстрое перемещение замечательно давай тогда быстренько смотаемся и расскажем обо всем а там дальше видно будет а нет нет мы наверное скорее всего с вами здесь будем заканчивать в этом районе с книгами и с помощью врачу а потом уже отправимся и доложим Роберту о нашем расследовании а пока на сегодня все так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вступайте в группу вконтакте все ссылочки под видео с вами был Зарбабай спасибо за просмотр увидимся в следующих прохождениях всем пока